Как уступать мужу, который ест мясо? Настаивает, чтобы я ела во время беременности. Идеалист, да? Первый. Безразличный человек. Мой муж настаивает, чтобы я ела мясо во время беременности. А я не хочу. Безразличный. Ну, это барабанно. Настаивает, какая разница. Теперь дальше человек поверил. У него есть идеалы уже. Мой муж настаивает, чтобы я ела мясо во время беременности. Идеалист уже, видите? Муж, то есть он такой козел, да, с рогами такой. А я святая. Идеалист он себя святым считает. А все вокруг враги, понимаете? Потому что они не следуют правилам. Как решается ситуация? Очень просто. Надо поставить изображение святого человека, начать молиться. И постепенно муж станет хорошим человеком. Просто необразованным. Да моя хорошая. Так вот так и надо жить. Делать вот это есть действие. Есть ведическое писание, Бхагавадгита. Она говорит, то, что разумный человек считает действием, глупый человек считает бездействием. То, что глупый человек считает действием, разумный человек считает бездействием. Все люди, которые что-то делают вокруг, ни хрена ничего не делают на самом деле. Потому что настоящее действие всегда внутреннее. Все остальное – это результат этого действия. Если вам надо целый день это делать для того, чтобы победить свою судьбу, делайте целый день. Вы увидите победу и потом спокойно будете жить. Победа происходит внутри сердца человека. Я знаю тысячу собственных примеров, которые я могу вам рассказать при желании. Как я это делал сам в своей собственной жизни. И сейчас с вами это же делаю. Внутренняя жизнь основа. Все основывается на вере. Ко мне, так меня люди окружили после лекции. Одна женщина подходит такая. У меня такая ситуация, вот такая. Потом такая остановилась. У меня смотрит. Только не говорите мне, что мне молиться надо. Что надо делать? Когда я говорю конкретно что-то человеку, происходит передача силы. Понимаете? Почему человек верит? Можно никому ничего не говорить, сказать, иди молись, и все нормально. Но если я сказал лично, человек перенимает силу и начинает потом действовать в этом направлении. Побеждает судьбу. Убежден, что мясо необходимо для здоровья, роста организма. Я вегетарианка, почти 10 лет. Как принять, что он охотится, убивает животных. Это вы в прошлой жизни. Вот это ваш муж, это вы в прошлой жизни. Надо, это, почему он так делает, это невежество просто и все. Не надо на это сильно обращать внимание. Надо просто молиться, святость, отношение ставить со святым человеком. И постепенно вы почувствуете его не как врага этого человека, а как человека, который страдает. Ведь разные формы страдания есть. Зачем человек ест мясо? Это то же самое, что и наслаждаться сексом. То же самое, что эксплуатирует тело другого человека. Есть другой вид эксплуатации. Это есть тело другого человека. Или другой там животного кого-то. Это просто вид эксплуатации. Точно такой же, понимаете? Называется страсть. Сильно эксплуатировать, когда тело хочется кого-то. Это страсть. А спиртное разжигает эту страсть. И три вот эта связка, секс, мясо и спиртное, это неразрывные вещи. Выпил пиво, хочется воблу. Воблу поел, хочется секса. Это все в связке в одной находится. Три одинаковые силы, даже пахнут одинаково. Если человек перестал, допустим, есть мясо, он запах от разврата такой же чувствует, именно от разврата, как от мяса и от вина. Одинаковое чувство идет, одинаковый запах идет из всего этого. Признак желания, страстного желания наслаждаться плотью просто и все. Нормально, все нормально, пока мы не развиваемся. Смотрите, взять любую культуру, самые развитые люди не едят мясо. Взять Сергея Радонежского, он ел мясо? Нет? Нет. Серафим Саровский ел мясо? Нет. В монастырях православных едят мясо? Нет. Рыба – это менее развитая уже форма жизни, уже менее развитая. Более развитые рыбу не едят возвышенные люди. Они чувствуют это. У меня есть Святого Зосима видео, мы, наверное, на сайте скоро поставим. Там он говорит про мясо, про рыбу, что это такое. Он православный человек. Все нормальные люди чувствуют это, что эта пища не подходит для развития сознания. Но если вы едите мясо, рыбу, тоже ничего страшного в этом нет. Каждый человек ест то, на каком уровне развития он находится. Что потребляет психика, тот человек ест. Поэтому не надо беспокоиться по поводу мужа. Ест мясо. Что касается заставлять, что он вас заставляет, вообще не беспокойтесь об этом вообще. Просто помолитесь, успокойтесь по отношению к нему. Когда чувство любви к нему пойдет, а не вот это отвращение и злобы по отношению к его недостаткам, ну просто чувство любви пройдет. У вас знаете сколько недостатков? Вот женщина, которая написала. Если я сейчас вам все перечислю, вы успокоитесь сразу. Человек в своей же идеалист не видит недостатки, он видит чужие, поэтому так беспокоится. Вот когда у вас чувство любви появится в результате отношений со святостью к нему, то вы очень легко будете решать эту проблему. Он вам скажет, допустим, ешь мясо. Вы посмотрите на него и скажете, не хочу, мой хороший. И все. И раз-раз-раз-разслабь. Что он может сделать? Ну ничего страшного. Веды говорят, если женщина мужу готовит мясо, он хочет мясо, она не совершает никакого греха. Потому что она не может с этим ничего сделать, ему же надо кушать. Она кушает то, что может. Маленького ребенка считает. Это уровень развития духовности в вашей семье. Молитесь. Не надо раздоры. Можно кормить мясом маленького ребенка, но не надо раздоров. Понимаете? В разных духовных культурах возможно это тоже. То есть даже мясную пищу можно освящать. В разных культурах есть уступления такие. Вот. Но в целом, во всех священных писаниях говорится, что Господь больше любит другую пищу. Принимаем. Субтитры создавал DimaTorzok